В рамках подготовки к Всемирному Дню Инвалидов в Одинцове провели турнир преодоления. На льду армады встретились участники трех команд по следж-хоккею. Одинцовская Умка, команда из Тулы Тропик и сборная Москвы. Еще одним поводом для проведения дружеского турнира стало трехлетие команды Умка. Сегодня она объединяет спортсменов от 6 до 18 лет. Организаторы турнира принципиально не стали определять лучших. По итогам игр каждая ледовая дружина получила золотые медали победителей. Следж-хоккей – уникальный вид спорта. В 1994 году вошел в программу паралимпийских игр. Тренировки для этих ребят – возможность развиваться, двигаться вперед. Формы тренировок различные бывают. У нас бывают и бросковые тренировки, и игровые тренировки. То есть в зависимости от направленности. Ну и, соответственно, смотрим на настроение детей, чтобы они всегда у нас уходили с тренировки с улыбкой. Перед началом игры глава муниципалитета Андрей Иванов и первый зампред МОСОБЛДУМ и депутат от Единой России Лариса Лазутина вручили особый подарок Елене Басистовой – маме семилетних сыновей-близнецов, которые страдают детским церебральным параличом. Раньше женщина возила детей в коляске, предназначенной для трехлетних малышей. Теперь у мальчиков будет современная удобная коляска, специальная, заказанная для них в Германии. К сожалению, мы ездили на коляске, которая идет для детей до трех лет, двойневая. Ноги по земле, вся выцвела, вот на ней мы передвигались. Вручение коляски Елене было прекрасным подарком ко Дню Матери. Оно стало возможным благодаря акции «Добрые дела», а также проектов «Единая страна», «Доступная среда» и «Крепкая семья партии Единая Россия». Елена Кравченко, Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Денис Харламов, телекомпания Одинцова.